Всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодняшнее видео посвящено помадам фирмы Golden Rose. Для начала я вам просто покажу то безумное количество оттенков и разных помад, которые прислали мне на обзор интернет-магазин Compliment4U. Вот эта вот новинка, это помада Smart Lips увлажняющая, которая вышла у Golden Rose совсем недавно. На них в ближайшее время я сниму отдельный обзор и покажу вам, как выглядят абсолютно все цвета в этой коллекции. Ну а сегодня я покажу вам 4 новеньких цвета. Golden Rose Matte Lipstick район вышли, они совсем-совсем недавно. У меня есть все оттенки в этой коллекции. Если вы еще пока не смотрели видео, ссылочку на него оставлю под этим видео. Или в конце видео прямо на экране вы увидите окошечко, нажав на которое непосредственно попадете на это видео. Ну и также я вам сегодня покажу новый формат всем полюбившихся помад, Long Stay Liquid Matte Lipstick Kiss Proof от фирмы Golden Rose. Они вот такие вот малюточки, но об этом попозже. Давайте начнем. Итак, первый цвет, который я вам покажу, это оттенок 25. Он, пожалуй, вот так вот выглядит с очень на руке. Он, пожалуй, самый светлый, который есть в коллекции. Вот так вот цвет выглядит на моем лице. Я бы, конечно, не сказала, что это мой идеальный оттенок, но в любом случае, если вам идут нюды, если вам идут такие светлые нюды, то с каким-то темным макияжем глаз этот цвет помады будет выглядеть неплохо. Следующий оттенок помады номер 26, это уже вот такой вот цвет. Буду наносить их все рядышком, чтобы вы их еще и сравнивали. Это уже, например, для меня точно более носибельный цвет, который, скорее всего, я буду использовать в жизни. Мне кажется, что он будет выглядеть на лице достаточно уместно и при темном макияже глаз, и если накрашены только ресницы. Следующий оттенок номер 27. На свотче он выглядит вот так вот. На лице выглядит вот таким вот образом. И, на мой взгляд, это тоже абсолютно нейтральный оттенок, который может подойти многим для повседневного макияжа. Ну и последний цвет номер 28. Вот так вот он выглядит на свотче. Это самый розовый оттенок. Как вы видите, все четыре оттенка довольно светлые, подойдут для повседневного макияжа и имеют разные оттенки, разные подтоны. На мой взгляд, очень удачное пополнение коллекции помад Мат Липстик Крайон. Golden Rose выпустили очень повседневные, очень носибельные цвета, которые вполне возможно подобрать под любой цветотип, потому что в основной коллекции были или очень розовые, или достаточно темные, вот таких вот натуральных было немного. Ну а сейчас перейдем к жидким матовым помадам от фирмы Golden Rose. Я уже неоднократно говорила, что это абсолютно мои любимицы, и я считаю, что лучше этих жидких матовых помад просто на свете нету. По многочисленным параметрам, по стойкости, по тому, как они держатся, как они смотрятся, как они стираются и много-много других факторов. Если вы не смотрели видео, где я подробно рассказываю про эти помады, я ссылку на них также отставлю под этим видео. В моей коллекции, я уже говорила, есть достаточно много жидких матовых помад, я периодически пользуюсь им всеми. Есть, конечно же, абсолютные любимицы, что касается цвета. А сегодня я покажу вам новый формат этих жидких матовых помад, который не так давно появился в продаже в интернет-магазине. Комплименты фойе. Это вот такие вот крошечки, это вот такие вот малышечки. И сейчас вы будете очень удивлены тем, что я скажу вам, что вот в таком достаточно большом и увесистом флакончике 5,5 грамм этой жидкой матовой помады. Тогда как вот в такой миниатюрке 3 грамма. Ну а сейчас давайте просто сравним, как выглядит полноразмерная версия и как выглядят вот эти вот миниатюрки. Это помада в оттенке 23 полноразмерной версии и миниатюрки тоже. Позже чуть я покажу вам, как этот оттенок смотрится на губах и расскажу вам, что, собственно, я делаю с этим цветом. Итак, кажется, что вот в этой полноразмерной версии миниатюрок, ну по объему, ну как минимум 3-4, согласитесь. Оказывается, что вот в этих двух миниатюрках продукта больше, чем в полноразмерной версии. А выглядит так только потому, что сам флакончик, сама упаковка сделана таким образом, что визуально кажется очень большой. То есть здесь свободного пространства очень много. На самом деле, покупая две миниатюрки, продукта мы получаем больше, чем в полноразмерной версии, а цена у двух миниатюрок даже выгоднее. Ну совсем капельку, конечно, но даже выгоднее, чем у большой упаковки, у большого тюбика. И давайте теперь проверим, один в один ли цвет в миниатюре совпадает с полноразмерной версией. Берем миниатюрку, оттенок номер 23, как я уже сказала, вот такой вот цвет. И открываем также, сейчас я еще чуть подробнее остановлюсь на кисточках, и также нанесем рядышком полноразмерную версию. Ну, как вы видите, цвет абсолютно совпадает, один в один. Я надеюсь, что камера это передает. Давайте посмотрим следующий оттенок, и также сравним, потому что у меня есть его полноразмерная версия, оттенок номер 03, один из самых популярных оттенков, мне кажется, потому что он на самом деле очень красив. Вот так вот выглядит полноразмерная версия, и вот так вот выглядит миниатюрка. Миниатюрки, конечно, просто потрясающие, мне кажется, это настолько удобно, вот куда-то брать себе в поездки. Давайте вот сюда вот нанесу. 03 оттенок является одним из моих самых любимых оттенков, я пользуюсь им достаточно часто. И также покажу вам полноразмерную версию, давайте сделаем свотч рядышком. И цвета, конечно, тоже абсолютно не отличаются. Я очень надеюсь, что свет сейчас у меня не очень хорошо выставлен, но я надеюсь, что все-таки вам видно, что разницы в оттенках абсолютно никакой нет. Эти миниатюрки точно так же наносятся, как и полноразмерная версия, очень достаточно, вернее, я бы сказала, плотным слоем, перекрывает свой пигмент губ на 100%. Ну и давайте я покажу вам, как эти оттенки выглядят на моих губах, и потом еще кое-что расскажу. Ну и еще буквально пару слов о жидких матовых помадах. Дело все в том, что все оттенки, все цвета этих помад безупречно смешиваются друг с другом. И что я делаю? Зачем, например, мне такое количество оттенков номер 23? Цвет 23 сам по себе на самом деле немногим подойдет, но когда я его смешиваю на своих губах вот с этими двумя оттенками, оттенок 21 и 17 вместе, это получается просто какое-то произведение искусства. То есть, по сути, вот этот 23 оттенок, он глушит любой цвет, даже самый яркий. Он становится вроде бы как, например, в данном случае, сиренево-фиолетовым, но очень приглушенным, и цвет становится абсолютно таким повседневным, носибельным, то есть даже при дневном макияже. Мне безумно нравится эффект смешения вот этих двух цветов, оттенка номер 17 и 23. Я вам сейчас покажу на руке. Я, кстати, если интересно, как это выглядит, буквально совсем-совсем недавно выкладывала эти два оттенка на моих губах в Инстаграм. Заходите, обязательно смотрите. Ссылочку оставлю под видео. Вот так выглядит 17 оттенок. И отдельно нанесу. Вот так вот выглядит 23 оттенок. И тот оттенок, и тот очень красивый. Давайте теперь я нанесу... Слушайте, у меня сегодня прям алхимия какая-то. Сверху 23 оттенка, обычно я как подложку использую 23 оттенок, и наношу сверху рыженький оттенок. И еще раз повторюсь, что смешиваются они на губах просто удивительно. И получается вот такой вот просто... Вот на мой взгляд, это великолепный цвет, который очень сложно где-то найти. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным. Кстати, в Инстаграм сейчас до 1 сентября проходит конкурс. Обязательно заходите, разыгрываю косметику. А на сегодня я с вами прощаюсь. Пока!